Ну и прямо сейчас узнаем, что происходит на Майдане на залежности. В эти минуты в центре столицы работает наш корреспондент Евгений Наприенко. Женя, расскажи, что ты видел за целый день на Майдане и что там сейчас происходит? Майдан сегодня такой, как и вчера, без особых видимых изменений прошел очередной день. Жители палаточного городка свой городок называют городом. В городе, скажу больше, по этому городку совершенно смело можно изучать географию Украины. Совсем рядом со мной Харьков, Днепропетровск, чуть дальше Ивано-Франковск, Львов, Закарпатье, конечно же Киев. И все это, словно Днепр, разделяет крещатик. Но встретить в этом городке можно не только украинцев. Вот с кем удалось пообщаться нам. Я с Палестина. Мы приехали сюда, чтобы поддерживать украинский народ. Мы, как врачи, понимаем, что Украина сейчас не сладкая. На Майдане не очень любят политиков, относятся к ним терпимо, но любят не очень. Больше уважают, например, музыкантов, людей искренних, которые приходят сюда не только ради того, чтобы выступить со сцены. Вот кого просто в толпе удалось увидеть нам. Конечно, моя самая лучшая идея – это свободная Украина, которой не нужно объединяться, а не в Евросоюз, а не в Митний. Но, конечно, как человек, который очень часто путешествует в Европе, выступает там с концертами, мне нравится Европа. Можно сидеть дома, но потом претензии до кого предъявлять, до себя только, что выбрали свое тепло вместо общего будущего. С известными личностями здесь очень любят фотографироваться. Не раз замечал, как снимают на мобильные телефоны и нашу съемочную группу. Да, еще одна маленькая деталь. Совсем недавно со сцены выступала певица Руслана и пообещала сжечь себя прямо на Майдане, если не будет никаких видимых изменений. Вот такие здесь дела. Продолжаем оставаться в этой атмосфере. Студия. Спасибо, Женя. Это был Евгений Анаприенко с Киевского Майдана и это 15-й день митингов.